Сочи лидер в край по числу самостроев. Совещание по этому вопросу провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. В горах пятый день продолжаются поиски армавирского туриста. К операции присоединились еще 25 спасателей. Один миллиард рублей получил Сочи на строительство и капремонт дорог. Как идет освоение средств, отчитался департамент дорожного хозяйства. Чья земля за счет того и ремонт в Сочи началась инвентаризация детских площадок. В Сочи наибольшее количество самовольно возведенных объектов из общего числа по краю. Об этом заявил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. О мерах борьбы, которые необходимо предпринять муниципалитетам, шла речь сегодня в Сочи. Вопрос самовольного строительства на территории Краснодарского края остается актуальным. Однако появились новые правовые механизмы борьбы. Если раньше в соответствии с градостроительным кодексом проверка объектов проводилась только после экспертизы проектной документации, то сейчас Госстроенадзор может проводить работу по объектам незаконного строительства на основании обращения муниципалитета. Это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства по контролю объектов капитального строительства. Сегодня по поручению губернатора готовится постановление о мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории Краснодарского края. Оно будет принято взамен постановления, которое было принималось в 2014 году. В рамках этого постановления будут разъяснены и отдельные пункты, которые будут более дополнены в соответствии с изменением федерального законодательства. Тем самым будут регламентировать действия муниципальных образований и Государственного строительного надзора. А это значит, что все муниципалитеты должны будут следовать единому нормативному акту. Это позволит упростить деятельность всех контролирующих служб в части борьбы с самостроями. Новый норматив заработает на территории края до конца года. В частности, для Сочи такая методика должна принести особые результаты. Сейчас на курорте 1140 самовольно возведенных объектов. По многим из них уже приняты судебные решения и будут проведены сносы. Мало того, работа сейчас, активная работа в Сочи ведется и по вопросу, связанному с взысканием неустойки судебной за неисполнение решения суда. Там тоже очень достаточно серьезные цифры. Именно к тем, кто допустил самовольное либо незаконное строительство и серьезные санкции. И я думаю, что ситуация в этой части, как бы неотвратимость наказания, она налицо будет. Застройщиков обяжут самостоятельно снести свою постройку. В случае неисполнения они заплатят большой штраф, попадут в черные списки и понесут уголовную ответственность. Выявляет нарушителей специальная мониторинговая группа, состоящая из сотрудников мэрии и прокуратуры. Результаты их работы будут проверяться краем еженедельно. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские спасатели продолжают поиски пропавшего туриста. Напомню, 15 октября в экстренные службы поступила информация, что на склонах горы Цахвоа пропал 53-летний житель Армавира. Сегодня рано утром специалисты МЧС пешком выдвинулись с урочища Аишхо к реке Безымянка, а затем к подножью горы Цахвоа, где усилили уже работающую группу сотрудников Кубань-Спас. Спасатели обследуют южные и северные склоны горного массива. Одна группа будет искать туриста по классическому маршруту, а другая – со стороны ледника, где знакомый видел пропавшего в последний раз. Специалисты ведут поиск пятый день. Дважды привлекалась авиация МЧС и сотрудники конно-кинологического центра. Оно туриста так и не нашли. Поиск продолжается. Всего привлечено 25 спасателей. Развитие экологического туризма в России обсудили в Сочи. Местом проведения уникального форума был выбран курорт «Роза Хутор», который участники назвали примером развития экотуризма и бережного использования природных особенностей, несмотря на наличие высококачественной инфраструктуры. Организаторами выступили благотворительный фонд «Слава», посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, Росзаповедцентр и группа Интеррос Владимира Потанина. Если вмешиваться в царство дикой природы, то только организованно и цивилизованно, подчеркивает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Туризм вдали от цивилизации становится все популярнее, поэтому развивать это направление необходимо в том числе с целью снижения антропогенного воздействия на природу. Природоохранные территории занимают 13% территории страны, всего таких объектов 12 тысяч. Развитие туризма, экологического туризма и защита природы – это вещи совершенно неразрывные. А Сочи, я считаю, это очень хороший пример того, как нам нужно развивать экологический туризм. Больше 12 лет мы развиваемся, существуем, мы строим, мы принимаем гостей на территории национального парка. Безусловно, здесь есть и положительные моменты, есть какие-то и отрицательные моменты. И все это является, скажем так, уже опытом, интересным опытом, который можно обсуждать. Участие в международной конференции «Экологический туризм. Глобальные вызовы. Открытие России» принял и олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Буквально накануне он стал послом Всемирной туристской организации ООН. По мнению Фетисова, для развития экотуризма, а соответственно и рекламы России, нужно использовать инфраструктуру, построенную к Сочинской Олимпиаде и Мундиалю. Это тот пример, который мы можем сегодня презентовать миру. Это одно из тех направлений, которые сможет людей объединить. Спорт, экология и туризм – это все те три вещи, которые в этом направлении будут определяющими в ближайшее время. Политик и президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов отметил, что, ко всему прочему, необходимо развивать транспортную логистику к памятникам природы. Конечно, все, что сопутствует туризму, на самом деле, вроде бы, на первый взгляд, это вещи затратные, но это же все приносит трибыль. У нас огромное количество памятников ЮНЕСКО на территории России, но мы должны сделать так, чтобы для наших, прежде всего, граждан, так называемый внутренний туризм, стал доступным. Сохранять и учитывать хрупкость природного достояния. При таких условиях в стране приступают к масштабной работе по развитию экологического туризма. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинское тюльпановое дерево заняло третье место на всероссийском конкурсе «Дерево года». Подведены итоги конкурса, который стартовал еще весной. Из Национального реестра старовозрастных деревьев экспертами были отобраны 12 претендентов. Легендарный лириодендрон тюльпаноносный, который растет в поселке Головинка, занял третье место. Тюльпановое дерево находится под охраной государства как памятник истории и природы и включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Победителем конкурса стал дуб из музея-заповедника Абрамцево. Второе место у дуба из Волгоградской области. В Краснодаре проходит большой форум предпринимателей «Дело за малым». На крупнейшем событии Юга России обсуждают, как вывести бизнес на новый уровень – цифровой. Пленарную дискуссию открыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что проблемы, которые поднимаются в рамках форума, находят реальные решения и даже отражения в нормативных актах. Параллельно на площадке эксперты проводили мастер-классы и круглые столы. Подробнее наши краснодарские коллеги. Диджитал, блокчейн и IT – эти понятия стремительно входят во сферы нашей жизни. Новое время диктует новые правила. Особенно это касается экономики. Именно цифровая трансформация бизнеса стала основной темой на полях форума «Дело за малым». Главным событием дня стало пленарное заседание. Но перед его началом собравшиеся минуты молчания почтили память погибших во вчерашней трагедии в Керче. В качестве спикеров на заседании выступили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, а также ведущие российские бизнесмены. Именно от слаженной работы власти и бизнес-сообщества зависит успешное будущее всей экономики. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои оборудования. Это подчеркиваю, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, всей страны. Переход на цифру может оказать большую помощь малому бизнесу, считает и Борис Титов. Но перед тем, как внедрять современные технологии, необходимо установить понятные для всех правила игры. Конечно же, должны быть и шаги по снижению нагрузки с предпринимателей. Например, установить минимальную налоговую ставку для самозанятых и упростить систему получения патентов. Главное, чтобы мы нашли в диалоге ту точку среднюю, компромисса, которая бы, с одной стороны, усилила нас и бизнес, и власть, а с другой стороны, не настолько это было тяжело для бизнеса. И в этом смысле мы должны, конечно, внедрение цифровизации дополнить еще и вопросами экономической поддержки бизнеса. Бизнес переходит в фазу высоких скоростей. Краснодарский край готов к ним. В регионе создают максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Во всех районах Кубани открыты центры поддержки предпринимательства. Около 10 тысяч человек уже получили помощь. В том числе за счет регионального фонда микрофинансирования объемы выданных кредитов по сниженным ставкам за последние три года увеличились в четыре раза. Расширяется и сфера, где можно воплотить свои деловые идеи в жизнь. Сегодня в крае малое и среднее предпринимательство давно вышло за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. Оно развивается в промышленности, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальной и курортной сферах. Этому способствует сама жизнь, сама структура экономики Кубани. Цифровой трансформацией нужно овладеть уже сегодня, чтобы обогнать конкурентов завтра. В этом уверен российский миллиардер, 84-й номер в отечественном списке «Форбс» Игорь Рыбаков. Быстрые и новые всегда атакуют и всегда поедают старых и засидевшихся. Это закон жизни. Поэтому быстрые создатели нового, ребята, готовьтесь, у вас гигантское количество шансов, потому что в России очень много старых компаний, которые реально уже обездвижены. Готовьтесь, ребята, нас ждет великая охота. Переход на цифровую экономику – стратегическая задача для Краснодарского края. Излишняя бюрократия, которая так пугает начинающих предпринимателей, должна уйти в прошлое. Для начала необходимо провести скоростной интернет во все населенные пункты, а документы размещать в облачных хранилищах. К 2025 году 80% бизнес-услуг для потребителей будут доступны в электронном формате. Реальным станет и открыть свое дело всего в один клик компьютерной мыши. Наша сегодня задача – научиться жить цифре. Если даже бизнес будет идти в умогу со временем, безусловно, и находиться в цифровой экономике, в цифре, а власть нет, государства нет, органы государственного управления будут отставать, ничего хорошего от этого не будет. Мы должны быть сбалансированными. Надо подумать над тем, как сегодня сделать так, чтобы минимально сократить это цифровое неравенство. Какие должны быть запущены инструменты, как сделать цифровую инфраструктуру в целом, создать эту цифровую инфраструктуру в регионе и в регионах в целом. Где подобрать кадры, которые умеют сегодня пользоваться и жить в этой цифре. Чтобы в целом цифровая инфраструктура была отечественная, а не зарубежная. И вот мы должны в этой гиперсети найти свое место. Развитие отечественных технологий не значит уход в изоляцию от остального мира. Наоборот, стоит перенимать зарубежный опыт. На форум приехали бизнесмены из Германии и Китая. Хедлайнером всего мероприятия стал знаменитый актер, а ныне спецпредставитель МИД России Стивен Сигал. Такого рода мероприятие – это прекрасная возможность для всех представителей малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса. Поскольку это прекрасная возможность высказать свое мнение, послушать экспертов и познать для себя что-то новое. За два дня в программе форума запланировано более 30 семинаров, мастер-классов, круглых столов и лекций. Участие в них примут 80 компаний. Кроме этого, на площадке открылась выставка франшиз, где любой желающий может выбрать себе бизнес по душе. Форум очень сильно заряжает мотивацией. Здесь очень много выставок франшиз, много компаний. Ты думаешь, что нужно что-то делать. Не только работать на кого-то, но свое дело, пусть даже малое или средний бизнес – это очень важно. Здесь вообще много интересного, много новых таких, скажем так, впечатлений, каких-то ноу-хау, которые можно для себя почерпнуть. Я на самом деле очень хочу открыть свое дело. Я знаю английский язык и меня вообще вдохновляет обстановка здесь, что столько франшиз, все очень классно и действительно мотивирует. И я думаю, что в скором я все-таки открою свою школу. Форум «Дело за малым» уже ставит рекорды. Почти 9,5 тысяч человек зарегистрировались в этом году. Теперь рекордов ждут от самих участников, предпринимателей и тех, кто только решил открыть свой бизнес. Многие спикеры сегодня доносили одну простую вещь – важно только захотеть, ведь дело за малым. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Нил Ракша, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды. Не переключайтесь. 20 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встреча с духовенством, православные товары, освещенные продукты, мед. С 23 по 28 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Один миллиард рублей получил муниципалитет на строительство и капитальный ремонт городских дорог. На сегодняшний день работы ведутся сразу на нескольких улицах в разных районах Сочи. На каком этапе реализация городских, краевых и федеральных программ Анатолию Пахомову доложил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. Это верхняя беранда. На главной улице поселка дорожники ремонтируют трассу, ведущую к морю. Здесь в асфальт закатают 3,5 тысячи квадратных метров дорожного палатна. Нас очень сильно обрадовали. Мы очень рады администрации города Сочи за укладку, за благоустройство нашего поселка, нижняя беранда, и объявляем им огромную благодарность. Все жители, во-первых, очень довольны. Они болеют, все приходят, смотрят. И потом, значит, жители поставили перила на мост, покрасили трубы, провели в карады, заборы. Жители тоже участвовали в этом производстве. Вот уже месяц, как ремонтируют дороги на Инжирно и политехническая сдача намечена на конец декабря. В целом же дорожные работы финансируются сразу по нескольким программам, в том числе муниципальные. Это порядка 53 миллионов рублей. Средства из городского бюджета были запланированы на ямочный ремонт 84 объектов. На сегодняшний день, докладывают мэру, эти объекты выполнены в полном объеме. По краевой программе из 40 дорог обновлено уже 36. Оставшиеся 4 дорожники обещают отремонтировать до ноября. Мы там железобетонно успеваем, да? Да, отставаний по графику сейчас нет, то есть работы идут в полном объеме. Действительно, вы правы, мы в город Сочи попали в федеральную программу агломерации города Сочи. И на следующий год мы уже можем получить порядка 880 миллионов рублей. Это будет около 100 автомобильных дорог, достаточно большой объем. Но мы готовы к этому, поэтому работаем в полном объеме, чтобы финансирование было доведено на следующий год. Я доволен вашей работой, но еще раз хочу сосредоточиться на том, чтобы то, что мы задумали, это должно воплотиться в жизнь. От нашей работы зависит качество жизни наших горожан. Если 100 улиц мы будем в следующем году делать, это ощутимо, потому что мы и сельские дороги продолжим ремонтировать. Также Анатолий Пахомов уточнил у руководства транспортного департамента порядок и схему новой маршрутной сети города, которую планируют внедрять с 1 января. Население должно быть в курсе всех изменений и ни в коем случае ухудшения качества услуг не должно быть. То есть все наши изменения должны улучшать качество услуг. Для чего делается оптимизация, реорганизация маршрутной сети? Дело в том, что настоящая маршрутная сеть была сформирована к Олимпийским играм к 2014 году. Маршрутная сеть уже утрачивает свою силу и перевозки становятся неоптимизированы. Необходимо в первую очередь сократить дублирующие маршруты, заменить подвижной состав на более вместительный, то есть уйти с автобусов малой вместимости, а их на сегодняшний день более 60% от общего количества подвижного состава. И, собственно, мы видим, что интервал достаточно небольшой этих автобусов, и они друг за другом ездят по улично-дорожной сети, тем самым перегружая улично-дорожную сеть. Например, новая маршрутная сеть подразумевает под собой пересадку пассажиров бесплатно. То есть если он едет с одного микрорайона в другой, и он заплатит один раз. Я очень попросил бы, чтобы наши жители до 1 января об этом все знали. Потому что вы действительно сейчас очень лаконично, но точно рассказываете о тех переменах. И если наши жители это поймут, то они поймут, что это делается ради них и делается ради улучшения этого качества и услуг. Задача перед вами стоит одна – вот эту работу очень хорошо разъяснить. Вплоть до того, что езжайте, собирайте сходы по селам, рассказывайте, вопросы отвечайте, чтобы все было понятно. Сегодня маршрутная сеть курорта состоит из 147 муниципальных маршрутов. На линии ежедневно работает 889 автобусов. Внедрят с Нового года и новые технологии в автобусах, в том числе безналичную оплату проезда. В Адверском районе началась инвентаризация детских площадок. Это необходимо сделать для того, чтобы определить, на чьи средства делать ремонт. Ведь часть площадок расположена на придомовых территориях, а часть на муниципальных землях. Самим людям порой сложно понять, кому принадлежат детские площадки. Отсюда и недопонимание, и постоянное обращение о необходимости их ремонта к депутатам городского собрания Сочи, которые в разные годы и помогли эти площадки установить. Хотелось бы уже обратиться к жителям всего города Сочи, да, выбросить к депутатам. Да, депутаты, скажем, за счет средств бюджетных поставили детскую площадку рядом с вашим домом. Да, ваши дети, да, ваши внуки сегодня имеют право, имеют возможность гулять, развлекаться. Но, опять же, собственность, не собственность, а обязанность поддержания данной площадки, чтобы жители понимали, что они тоже должны дести какое-то участие и финансово, и проводить субботники. Если придомовая территория в собственности, соответственно, и поддерживать там порядок должны сами собственники или их управляющие компании, как, например, на улице Ульянова, 107. И придомовая территория, и, соответственно, детская площадка всегда в чистоте и порядке. А вот спортивная, которая находится в метрах 20 от дома и имеет хорошее покрытие, кому принадлежит, не знают. Есть только догадки, что ее кто-то приватизировал. Никто за ней не смотрит. А детей на этой площадке бывает до 30 человек со всех домов. И 101-й дом, 90-й, 109-й, вот по Свердлова, 116-й, 114-й и прочие. Все дома на этой площадке. Но ее никто не убирает, никто не ремонтирует. Чтобы четко знать, на чьей земле находится площадка и кто за нее несет ответственность, депутаты городского собрания Сочи инициировали проведение всеобщей инвентаризации. Такое решение они приняли сегодня на заседании территориальной депутатской группы Адлерского района и дали поручение районной администрации. Чтобы подготовили нам, можно сказать, дорожную карту, вообще состояние всех детских площадок и в каком направлении двигаться. То ли, как они будут содержаться. Это очень важно. Но самое главное, что площадки уже стоят и уже на этих местах ничего больше не появится. Это уже хорошо. Но состояние площадок должно соответствовать уровню нашего города. Конечно, в одночасье дорожная карта не появится. Необходимо время, но процесс уже запущен. А на следующей неделе депутаты городского собрания Сочи получат ответ на запрос относительно спортивной площадки у дома 107 по улице Ульянова. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи привезли мощи одного из самых почитаемых православными святых. Мощи Иоанна Крестителя накануне доставили в город из Израиля, где они хранятся в одном из древнейших храмов. Накануне ковчег с мощами Иоанна Крестителя встречали в сочинском аэропорту. Святыню из Израиля привез представитель Иерусалимского патриарха. Мы счастливы быть здесь. Эта святыня первый раз покинула Иерусалим. Она хранится в нашем монастыре уже много веков. Мы будем рады, если поклониться этой святыне придут жители Сочи. Вчера мощи доставили в храм святого князя Владимира на Виноградной. Сегодня с самого утра православные выстроились в большую очередь, чтобы прикоснуться к мощам проповедника, которые впервые привезли из одного из древнейших христианских храмов греческого монастыря Иерусалимской патриархии. Это одно из самых значимых событий за этот год. И вообще очень редко мы в нашем городе встречаем мощи такой значимости. Эти мощи никогда не вывозились из Иерусалима. И вот мы рады в нашем храме их обрести, поклониться и помолиться этому святому. Иоанн Креститель, он же Иоанн Предтечи, один из самых почитаемых христианами святых. Согласно Библии, он предсказал пришествие Мессии и крестил юного Иисуса. Православные молятся святому в надежде встать на путь духовного преображения. Традиционно у Иоанна Крестителя просят помощи и в житейских вопросах, исцелении от болезней и защите детей. Хочется поклониться им, потому что это мощь ее плана. Просто хочется прийти сюда и поклониться помощи. Любим они Предтечи. Он больше из людей, как сказал Господь, на земле. Поэтому это очень важно для нас всех. Это очень бывает редко, когда привозят сюда к нам в Сочи. Святыня будет находиться в Сочи до 21 октября. В ближайшие два дня храм на Виноградной будет открыт с 6 утра и до 11 вечера. Чтобы прикоснуться к ковчегу, смогли успеть все желающие. А 21 числа приложиться к мощам Иоанна Крестителя можно будет до полудня. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Тубинин, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Стивен Сигал готов снимать кино на Кубани. Об этом знаменитый актер рассказал сегодня губернатору. Вениамин Кондратьев и Стивен Сигал пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая. Звезда Голливуда уже третий день гостит в краевой столице. Он специально приехал для участия в бизнес-форуме «Дело за малым». Однако на Кубани бывал и до этого. Среди любимых городов назвал Сочи и Краснодар. В разговоре Вениамин Кондратьев предложил Стивену Сигалу открыть на Кубани киностудию. По словам популярного актера и режиссера, для этого в Южном регионе есть все условия. Конечно, мы край, в котором исторически снимались фильмы. А ваш огромный опыт не только как актера всемирно известного, а как человека, который знает, как делается кино, как сделать фильм успешным. И поэтому мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы в Краснодарском крае появилась своя киностудия. И для нас это очень значительный рывок вперед. А киноиндустрия сегодня и как бизнес выгодный, но и с точки зрения нравственности, которая сегодня должна быть, в том числе и в фильмах, может делаться в том числе и с помощью вашего таланта, только уже в России. Мне нравится идея с киностудией. Здесь есть горы, море, города, прекрасная инфраструктура. Это как раз то, что нужно кинематографистам. Это действительно хорошие перспективы. Моя задача в этой ситуации – просто популяризировать этот проект и находить людей со всего мира. На встрече с губернатором обсудили открытие винодельни на Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, напитки Стивена Сигала пользовались бы популярностью. Никита Михалков привезет в Сочи уникальный фестиваль. Он продлится на курорте всего один день. Сегодня на онлайн-пресс-конференции организаторы рассказали о фестивале одного дня «Метаморфозы». В его рамках в Сочи пройдут мастер-классы, выставки и лекции. Ну а центральным событием культурного мероприятия станет спектакль «Метаморфозы-2. Жены артистов», поставленный по прозе Чехова и Бунина. Это небольшие рассказы, но, на мой взгляд, очень глубокие по концепции. И, как я надеюсь, по тому, как наши актеры увлеченно это играют. Надеюсь, что это увлечение и это ощущение радости передастся со сцены в зрительный зал. На сцене Зимнего театра во вторник будут играть актеры Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Спектакль пройдет в формате открытой репетиции. Режиссер Никита Михалков будет находиться в зале. Он в любой момент сможет, например, вставить свою реплику, остановить постановку или выйти на сцену, чтобы что-то подсказать или показать артистам. Спеши, спеши. Да, да, да. А, 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 что вы делаете? Фестиваль метаморфозы построен по принципу «один день – один город». Он стартует в Сочи, далее пройдет в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в городе Ессентуки. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...